Если кто-то переживает за свою машину, то другие за чужую, а вернее чужие. Мы уже не раз в наших выпусках поднимали проблему бесхозных автомобилей, брошенных во дворах. Рассказывали о том, что делает для их устранения город и сотрудники административно-технического надзора. Сегодня решили напомнить, чем опасно такое соседство и как от него избавиться. Владислав Момот с подробностями. Установлен брошенный автомобиль. Каждый закрепленный инспектор по возможности фиксирует данные автомобили. Потому что зачастую в них случаются пожары. Сотрудник пожарного надзора Александр Пашков регулярно обследует городские дворы. В этом по улице Ленина 4 обнаружены сразу две брошенные легковушки. Найти владельца иномарки невозможно. Государственных номеров нет. А вот у отечественной развалюхи тут же нашлись хозяева. Хотя приехала она из Нижегородской области. Мой гражданский бывший муж. У него во время аварии случился с инфекцией. Он лежал в больнице. А сейчас пропал. Бежал. Жители соседствовать с брошенными автомобилями не согласны. Пока придет пожарный отзор и найдет такую машину, можно и не ждать. Чтобы ее эвакуировали, нужно написать заявление в местную администрацию или полицию. Брошенные автомобили представляют потенциальную опасность. Многие из них припаркованы во дворах многоэтажных домов, где располагаются важные городские коммуникации. И любой может подойти и бросить тот же окурок. В Риотове нередки случаи возгорания таких брошенных машин. В машинах могут ночевать бомжи. Привлекают они и подростков. Но в большинстве случаев автомобили поджигают, говорят в Пожнадзоре. За прошедший период данного года, 2013-го, в городе Риотов зарегистрировано 11 пожаров, в результате которых пострадало 17 автомобилей. Также был случай гибели как раз в брошенном автомобиле. Адресов, где стоят бесхозные машины, в городе много. Около детской больницы сразу несколько таких автомобилей. Теперь они в картотеке пожарного надзора. Вся информация будет передана в полицию и городскую администрацию. Убрать из дворов уже их забота. Владислав Момот, Артем Удников для РТВ.